Частицу мощей Серафима Саровского доставили из Серафима Дивеевского женского монастыря Нижегородской области еще 2 сентября. Святыня пребывала в Спасо-Преображенском соборе, а проводы с Божественной Литургией было решено совершить в Казанском мужском монастыре. И неспроста. Помимо того, что Серафим Саровский один из самых почитаемых православных святых, он еще и Тамбовский святой. Казанский мужской монастырь занимает важное место в судьбе преподобного. Здесь, в 1793 году, в церкви Казанской Божьей Матери, что за моей спиной, Серафим Саровский был рукоположен в иеромонахе. Божественную Литургию в сослужении духовенства совершил митрополит Тамбовский Расказовский Феодосий. Проводить мощи пришли десятки верующих. На протяжении последних двух недель к ковчегу со святыней успели прикоснуться тысячи тамбовчан. Сегодня же, накануне праздника иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина», личный состав подразделения МЧС принял участие в молебне. Традиционное богослужение прошло в Спасо-Преображенском соборе. Из покон веков на Древней Руси данная икона защищала жилье. И в целом, как говорится, Россия от пожаров является тем самым покровителем спасателей пожарных. Во всех подразделениях МЧС нашей области есть икона Божьей Матери «Неопалимая Купина». Часто изображения Богородицы сотрудникам МЧС дарят священнослужители во время таких молебнов. Икона почитается как заступница при пожарах, но несет она и другие иконографические смыслы. «Неопалимая Купина – это еще образ из Ветхого Завета. Еще Моисею Господь явился в кусте, который горел и не сгорал, и был призыв идти и вести народ Израиля. В Новом Завете образ «Неопалимой Купины» используется как образ Пресвятой Богородицы, которая родила Иисуса Христа, Сына Божьего, при этом не потеряв девство». Первая икона «Неопалимой Купины» была привезена на Русь с Синая палестинскими старцами в 1390 году. Согласно преданию, она была написана на камне той самой скалы, где Моисей видел таинственный куст. Павел Юрасов, Михаил Мальцев, Александр Кобзарев, Область новостей.